Опачки, машина с сюрпризом. Сейчас я вам все покажу. Skoda Octavia A5 в рестайлинге 2011 года. Кузов в универсале. Мотор 1.6 дизель. Коробка механика. Продается у Mestilviv за 6500 баксов. Пробега пишут 199 тысяч километров. В описании пишут, что цена окончательная без торга. Давайте проверять, что это за сказка такая. Переходим на корвертик. Вот наша Octavia. Есть фоточки, есть отметки о бодометре и о повреждениях. По хронологии машина из Великобритании. Потом переехала в Украину. Интересно, а что у нас по фоткам, если она из Британии. Опачки. Ребята, тут правый руль был. Ничего себе. Вот это интересное кино. Естественно, никто ничего об этом не пишет, что тачка переделанная, праворульная. Тут почему-то отметка о пробеге замыленная. Но то, что тачка из Британии, это точно. И то, что был там правый руль переделанный, это 100% в это отчетливо видите. А вот как его переделали, это уже другой вопрос. Дальше. В 2021 году машина продавалась уже в Украине. Что у нас тут? Фотография салона есть. Да, здесь уже салон переделан под левый руль. И салон уже черный. А там он стоял. Да, вы видите, салон был сидение черное, а сам этот самый, видите, салон был желтый. А в Украине уже полностью салон стал черным. Интересное кино. Дальше она продавалась в 22-м году. Тут вообще 50 фотографий. Да, тоже этот самый черный салон. И потом уже в 23-м году она продавалась. Так, что у нас? Беспека. Одне відкликанье активно. То есть, тачка попала в ДТП в 16-м году и с тех пор не исправили проблему подушек безопасности. По шкоджене неизвестно какое, но здесь в 18-й год стоит почему-то. По одометру, что у нас? Ого! В 18-м году было 260 тысяч. Потом смотали на 100 тысяч. Ну, это уже в 21-м году. Мы же не знаем, сколько она наездила с 18-го по 21-й, да? Ну, то есть, около сотки смотали. Потом накрутили, наездили почти до 200, смотали до 140 и теперь там опять 200. То есть, реального пробега там давным-давно за 300. Я думаю, 1400, а нам его продают как 200. Вот такой сюрприз из Британии. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%. Вводите в ВИН-код нужного автомобиля и видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод. Автоспикер. И тоже получите скидку 20%. Авто полностью обслужене. Демпфер не колотает. Это очень важная информация. ГРМ заменена. Диски, стейки, колодки. Не димит. Тиф поїхал. Салон как новый. Лакокрасочная, як новая. Стан повністю не пошкоджене. Гаражне зберігання. Перший власник. Перша реєстрація. Топовая тачка. Все, как мы любим. Значит, это у нас Volkswagen Passat 2012 года. B7. Мотор дізельный, двухлитровый. Коробка механика. Кузов в седане. Продается в Ужгороде за 9500 баксов. Пробега пишут 189 тысяч километров. Да. Прыгнано з немедшины. Passat и шо-то у нас не соответствует заявленному. И с одометром вопросы, и с пробегом. По хронологии тачка числилась во Франции. Потом в Польше. Там были ДТП из 21-го года в Украине. Про Германию ничего не сказано. Опять классический чос от продаванов, шо тачка из Германии. Типа там топовое качество и так далее. Шо у нас с повреждениями. В 16-м году во Франции неизвестно. И в 18-м году в Польше на 200 тысяч гривен довольно немаленькое повреждение получается. Раз сумма такая. Одометр. У нас тут как всегда зигзаг удачи. В 16-м году пробега было уже 173 тысячи. Потом смотали до 92. И потом накатали почти до 200. Соответственно реального пробега там уже давно за 300. Так что чуть-чуть не совпадает с тем, что было заявлено продаван. Опять мне доказывают, что для машины 15-го года 180 тысяч это нормальный пробег. А я говорю, что тачка пригнана из Европы и она дизельная. Значит пробега там больше. Но давайте посмотрим. Короче у нас Ford Focus 15-го года. Мотор 1.5 дизель, коробка механика. Пробега указана 180 тысяч. Продается в Миколаевской области за 9200 долларов. Это средняя цена по рынку. Продавец как обычно говорит, что у тачки гаражное хранение. Ни бито, ни крашено. Пробег родной. Першивластник. Ну першивластник в Украине я так понимаю. Короче давайте проверять. У нас тут весь расклад. И фотографии, и одометр, и повреждения. Все есть. Давайте посмотрим, что по хронологии. Тачка из Польши и там была в двух ДТП. Что за фоточки у нас? Так, это она в Польше продавалась. Одометр есть? Одометр есть крупным планом. Опа. Ой, как неудобно получилось, да? И кто мне говорил, что там 180 тысяч? В 22-м году в Польше было 286 тысяч на одометре. Давайте, что тут зафиксировано? И тут то же самое. В конце 22-го уже 286 тысяч километров. Что там было за ДТП? Опа, два ДТП в Польше. Первая в 16-м году на 120 тысяч гривен. И в 21-м году тоже на 120 тысяч гривен. В жопу и в водительские двери. А говорил, не бито, не крашено. Внешние части кузова. Ну не может она быть с таким пробегом. Пассатик 2008 года, 1.9 дизель, коробка механика. Пробега заявляет, что 170 тысяч километров. Давайте сразу проверим. Переходим на корвертик. Наш Пассат. Видите, что с одометром есть вопросы. Фоточки у нас еще есть. Что по хронологии? Откуда машина? Машина из Чехии. В Украине с 22-го года. Фотки. Что у нас на фоточках? Это она еще в Чехии продавалась. Так, тут все красиво. Опа, пробег есть. Ой. 350 тысяч было в Чехии в 22-м году. А что у нас на одометре? То же самое. 22-й год. 350 тысяч. Через полтора года в Украине уже на 200 тысяч меньше. Дизельные Пассаты все с пробегами за 350 тысяч. Так что, примите эту реальность и просто ищите в хорошем состоянии, если вы уже решили себе брать такую тачку. Кого вы хотите обмануть этими дешевыми смотками пробега? Ну, просто смешно. У нас Форд Фокус 11-го года с пробегом 164 тысячи километров. Продается в Ужгороде за 7200. Мотор 1.6 дизель, коробка механика. Наш Форд Фокус. Давайте сразу к пробегу. Итак, у нас в 2017 году пробега было уже почти 300 тысяч километров. В 2021 году пробега было уже 240 тысяч километров. То есть, сколько-то там они смотали, не знаю сколько. Потом наездили на 240, а теперь отмотали еще раз уже на 164. То есть, у машины дважды мотался пробег. Вот вопрос, сколько там реально. Ну, на месте уже с диагностикой. Все это можно будет проверить. Я думаю, уже там под полмиллиона как минимум. Авто в хорошем устане. Все обслужено. Вклады не потребуют. С документами порядок. Состояние как новое. Технически полностью не поврежденное. Ну и вишенка на торте, гаражное хранение. Все как мы любим. Значит, это у нас Шкода Октавия 2008 года. Мотор дизельный 1.9. Коробка механика. Кузов в универсале. Продается в Хмельницкой области за 6 тысяч баксов. Пробега пишут 189 тысяч километров. А теперь смотрите, что с ней было. Наша Октавия была ДТП. По хронологии машина приехала к нам из Франции. В 22 году числится в Украине уже. По одометру. Опачки. В 20 году уже было 300 тысяч километров. Но на самом деле это фигня. По ДТП у нас пишут. Неизвестное, но у нас есть фоточки. Смотрите и прозревайте. Опачки. А шо у нас тут? Ни хрена себе. Говорит, ни бита, ни крашена. Гаражное хранение. Перший властник. Шо там? Сервис на книжка? Гляньте. Ебать, ебать. И действительно, если порыться в гугле по этому ВИН-коду, то можно найти старое удаленное объявление на Авторе, где продавалась эта тачка за 2000 баксов. В той же Хмельницкой области, только в другом городе. Вот эта тачка. Разбитая она в хлам. А нам рассказывают про ни бита, ни крашена гаражное хранение. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%, вводите ВИН-код нужного автомобиля и видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод автоспикер и тоже получите скидку 20%. Субтитры создавал DimaTorzok